МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте всем тем, кто любит кино! В эфире очередной выпуск программы про фильм. Меня зовут Дина Тазбулатова. Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кино – одно из гениальных человеческих изобретений, позволяющее ощутить то, к чему у нас недоступа в обыденной жизни, и заглянуть по ту сторону экрана. А с нашей передачей сделать это гораздо легче. Смотрите сегодня. Джереми Реннер подтвердил свое участие в пятой части «Миссия невыполнимая». Охотникам за привидениями исполнилось 30 лет. Уилл Смит сменил гениальность на спортивную драму. Джереми Реннер рассказал о своей готовности вернуться к роли Уильяма Бранта в пятом фильме франшизы «Миссия невыполнима». Однако актер не рассказал, когда именно собирается приступить к съемкам. Мой рабочий график расписан на несколько месяцев вперед. Сейчас я снимаюсь в картине «Мстители. Эра Альтрона». Также полным ходом идет и подготовка к пятой миссии. А в самое ближайшее время мне предстоит работа над новым фильмом о Борне. До этого момента в пятом фильме успешной и суперпопулярной франшизы было официально подтверждено участие лишь двух актеров – Тома Круза и Саймона Пега. По слухам, создатели картины предложили одну из главных ролей в грядущем блокбастере Джессики Честейн, известной по скороносным фильмам «Прислуга» и «Цель номер один». В этом году популярной франшизе «Охотники за привидениями» исполнилось 30 лет. В честь этого почетного юбилея «Коламбия Пикчерс» по-новой выпускает фильм о борцах с паранормальной нечистью в Нью-Йорке. К сожалению, перезапуск, который намечен на 29 августа, будет доступен только для зрителей США. Планируется охватить более 700 экранов. Помимо кинотеатральных сеансов, фанатов порадуют коллекционными Blu-ray. Диски появятся в продаже 16 сентября, опять же в США. И на них обещают разместить ранее невиданные видеоматериалы. Если вы вдруг забыли, первым фильмом занимался Айвен Райтман, а главные роли сыграли Билл Мюррей, Дэн Эйкроид, Сигурни Уивер, Харольд Рэмис и Рик Моранес. Сюжет рассказывает нам о трех ученых-парапсихологах, которым известно все о потустороннем мире. Правда, только в теории. Но им приходится оставить пыльные кабинеты и применить свои знания на практике. В то же время актриса Сигурни Уивер заявила, что с радостью бы снялась в новой части франшизы «Охотники за привидениями», которую пытаются запустить в производство уже несколько лет. Я бы хотела, чтобы сын моей героини стал членом команды в третьем фильме. Я намекала на это режиссеру, и он утверждал, что они предусмотрели это. Напомним, что режиссер оригинальных фильмов Айвен Райтман долгое время значился режиссером третьего фильма. Однако покинул проект после смерти своего друга, актера Харальда Рэмиса, снимавшегося в первых двух фильмах и готовящегося вернуться в третьей части. Пока что у третьего фильма нет режиссера, хотя работа над сценарием до сих пор продолжается. Следует заметить, что Сигурни Уивер уже не первая звезда из оригинального фильма, которая проявила желание сняться в третьей части. Единственный, кто противится участию в проекте, актер Билл Мюррей. Джаред Летто, получивший Оскар за «Далловский клуб покупателей», может сыграть главную роль в гениальности. Напомним, что ранее в фильме должен был сниматься Уилл Смит, но не так давно актер выбыл из проекта. В «Партнерша лета» обещана «Нумерапас». Основой для гениальности послужил одноименный роман Маркуса Сейки, являющийся первой частью запланированной трилогии. Переработкой литературного произведения в сценарии займется Дэвид Кэпп. Руководство съемочным процессом доверено дебютанту в большом кино Джулиусу Оне. Напомним, что действия романа происходят в параллельной реальности, в которой примерно 1% людей в результате генетической мутации рождаются с экстраординарными способностями. Отказавшись от гениальности, Уилл Смит решил вернуть себе статус одного из самых коммерчески привлекательных артистов Голливуда. На этот раз актер отдал предпочтение не очередному высокобюджетному блокбастеру, а спортивной драме. Смит ведет переговоры с компанией Sony по участию в пока что безымянном проекте Питера Ландесмена, отличившегося в прошлом году историческим триллером «Паркленд». В основу картины ляжет статья «Игра разума» Джина Мэри Ласкоса, рассказывающая о деятельности доктора Беннета Омалу. Он не только обнаружил, что многие игроки НФЛ страдают дегенеративными заболеваниями головного мозга, которые возникают в результате многочисленных травм головы, но и обнародовал результаты своих тестов. По словам создателей картины, они хотят показать, какую цену платят профессиональные спортсмены, чтобы добиться карьерных успехов. И все это, конечно, на фоне политических, культурных и корпоративных интересов, за счет которых и существует спортивный бизнес. Продюсировать драму будут Ридли Скотт, Джианино Фасио и Майкл Шефер, с которыми британский режиссер уже не раз работал в ряде свежих проектов. Колин Фёрд. Новый Джеймс Бонд. Он примерил дорогой и строгий костюм, набросил на лицо серьезную гримасу и выжил из себя максимум брутальности. В таком образе Фёрд предстал на съемочной площадке нового шпионского экшена. Если предыдущие слова вас напугали, то спешим успокоить. На лавры Дэниела Крейга звезда дневника Бриджит Джонс не претендует. Просто актер принимает участие в фильме Мэтью Вона «Секретная служба». Мы скучаем по всем этим шпионским фильмам, которые мы любили в детстве, будь то Бонд или Двойник Флинта. В них было чувство юмора и одновременно был триллер. С секретной службой мы подрываем жанр шпионского кино в нашем его понимании. По первым кадрам к фильму видно, что «Секретная служба» сочетает в себе элементы пипца и настоящего шпионского кино, всю ношу которого на себе понесет Колин Фёрд. Я боялся, что это будет нелепо. Знаете, что самое лучшее в работах Мэтью? Это его умение брать ожидания людей и творить с ними что-то невообразимое. Когда мы впервые встретились, он сказал мне, «Одна из причин, почему я беру тебя, состоит в том, что ты последний, кого я бы представил в образе экшен-героя, избивающего людей и побеждающего злодеев». Именно этим Мэтью планировал удивить. Удастся ли ему сделать зрителю сюрприз в виде Колина Фёрда с каменным лицом и взрывами на заднем плане, узнаем 24 октября 2015 года. К слову, «Секретная служба» сменила название. Теперь она не просто «Секретная служба», а «Кингсмен. Секретная служба». К слову, Колин Фёрд отказался озвучивать анимированного медведя в фильме «Приключения Паддингтона». Это при том, что фильм практически готов и выпущен трейлер с голосом британского актёра. Свой отказ от работы над фильмом актёр объяснил тем, что его голос не подходит персонажу. Фёрд считает медведя замечательным созданием, и ему грустно от того, что этот персонаж и озвучка актёра несовместимы. «Я имел удовольствие посмотреть большую часть фильма, и он будет чудесен. Я полностью за персонажа медведя, и всем надоедаю предложениями найти более достойный голос». Такое решение актёра удивляет. В любом случае, продюсеры «Приключений Паддингтона» столкнулись со срочной проблемой. Фильм выходит на экраны в конце ноября, а до этого времени надо найти нового артиста для озвучивания. «Медведь Паддингтон» – это персонаж книг детского писателя Майкла Бонда и позже мультсериала. Этот герой появился в 1958 году. И с тех пор стал для британцев культовым. По сюжету «Приключений Паддингтона» говорящий медведь из Перу в пальто и шляпе приезжает в Лондон в поисках дома, знакомится с гостеприимной семьёй и становится желанной добычей для нехороших людей. «Приключения Паддингтона» задуманы как семейная комедия. Том Хиддлсон получит возможность проявить свой вокальный талант на большом экране. Британский актёр сыграет легендарного кантри-музыканта Хэнка Уильямса. В биографической ленте режиссёра Марка Абрахама «Я видел свет». В основу фильма ляжет биографическая книга журналиста Колина Эскотта, рассказывающая о стремительном взлёте и резком падении Хэнка Уильямса, одного из самых влиятельных кантри-исполнителей. Свою первую песню он написал уже в 14 лет. Став известным на всю страну, Уильямс всерьёз пристрастился к алкоголю, женился на своём менеджере, начал страдать от сильных болей в спине, стал употреблять морфий и скончался из-за сердечной недостаточности в 1953 году. В возрасте 29 лет ожидается, что в фильме Хиддлсон сам исполнит песни, написанные певцом. Начало съёмок запланировано на октябрь этого года, но на своей странице в Твиттер актёр уже поделился собственной фотографией в образе Хэнка Уильямса. Подошёл к концу наш очередной выпуск. Это была программа «Профильм». Смотрите нас, и вы узнаете всё о качественном кино.